Не английский и не эсперанто. Музыка – вот универсальный язык человечества. Одни учат его профессионально, другие в свое удовольствие, но в любом случае необходимо правильное место, которое сначала кто-то должен построить. О том, как такое правильное место было создано в Бресте, наша сегодняшняя история. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Важно иметь место, где в потоке мелодий, в анфилады из половинных, четвертных и шестнадцатых под куполами лик они смогут вдыхать свои голоса. Основателем караоке был японец, который придумал именно вот этот формат. И разделяет два варианта. Японский вариант. Человек приходит в маленькую комнатку сам с друзьями и поет, его никто не слышит. Формат, который пришел к нам, это все-таки наш менталитет, славянский менталитет, душа поет. Мы хотим, чтобы нас видели, нас оценили. И начиная с девяностых, Москва все-таки взяла лидерство по караоке. И на сегодняшний день в Москве, наверное, более ста хороших караоке-клубов. И десять лет назад появился первый профессиональный караоке в Минске. Профессиональная караоке-машина Это программно-аппаратный комплекс на основе компьютера. В него входят Первая. Предустановленная база порядка 25-30 тысяч песен, как русских, так и англоязычных в форматах MIDI и CD плюс G. Далее сами программы, управляющие базой, то есть быстрый поиск, понижение, повышение тональности и темпа. И, наконец, аппаратные средства, от которых зависит качество звучания и изображения. Заметьте, одно из важных преимуществ профессионального караоке – возможность показывать два разных видеопотока. Один на экраны для клиентов, а второй на монитор звукорежиссера. Я первый раз в 2011 году зашел случайно в караоке. Год был очень сложный лично для меня. Именно караоке помогло преодолеть многие трудности. Приходя туда, ты оставляешь все свои проблемы за порогом, приходишь, отдыхаешь 2-3 часа, поешь, получаешь положительные эмоции, выходишь отдохнувшим. Когда зал хороших гостей, они свои положительные эмоции передают друг другу. То есть, можно сказать, караоке помогает в психологической разрядке. Вы тоже пели? Первый раз, когда попали в караоке? Я не пел. Когда мне дали первый раз микрофон, я боялся слово микрофон сказать. Но потихоньку учил песни и начинал потихоньку петь. Обязательно иметь, скажем так, хорошие вокальные данные для того, чтобы прийти в караоке? Или главное здесь все-таки желание? Человек приходит сюда, он стесняется, он боится. А наша задача – помочь ему преодолеть стеснение, страх. Никто с собой помидоры не принес, никто не забросает помидорами. Ведущие тоже сделают все для того, чтобы человек отбросил свои страхи, вышел на сцену. Те, кто хотя бы один раз там побывали, уже на диваны не садятся. В Беларуси существует всего два заведения, в которых есть полноценная сцена, на которую не стыдно пригласить исполнителя, какую-то команду, коллектив танцевальный. Один находится в Минске, и второй мы построили в городе Бресте. Долго думали, как подойти к решению сцены. Театральная классическая форма, она нравится всем. Она удобна, практична в использовании. Движущийся занавес – это создает эффект шоу, какого-то сюрприза. Развес количества мониторов, проекторов позволяет здесь проводить какие-то показы, презентации. То есть мы сделали максимально гибкое, адаптированное для любых медийных мероприятий помещения. Если рассмотреть основные моменты караоке-клуба, на первое место ставим мы хороший звук и хороший свет. Потом караоке-атмосферу. Караоке-атмосферу, какой бы ни был персонал хороший, он не может сам создать. Гости должны участвовать. Каждый гость создает эту атмосферу. Спрос на караоке оказался велик. За минувшие 10 лет в Минске появилось около 20 караоке-клубов. Более того, отчетливо проявился социальный феномен караоке. И суть его проста – общение через пение стирает языковые барьеры. Недаром корейский пианист Кун Вупек сказал, «Если вы понимаете музыку, то вы понимаете человека». Есть определенная группа людей, их называют караокеры. Это люди, которые не могут жить без караоке. У меня есть товарищи, которые ходят 3 раза в неделю в караоке. В 8 вечера идет поет, до 10 попел. Он говорит, я зарядился уже положительными эмоциями на следующий день для работы. Я свежий, я новый, я добрый человек. Постепенно сиюминутное развлечение стало увлечением, переросло в полноценное хобби. А за три последующих года хобби превратилось в мечту. Анализ белорусского регионального рынка показал Виктору Борисову. Мечта имеет право не только на жизнь, но и на бизнес-план, в котором уже учитывались хороший звук, затем свет и только потом кухня. Когда открывалось это заведение, помещение было очень большое, пришлось сделать еще ресторан, поэтому и кухня получилась тоже очень хорошая. Далее в нашей программе вы узнаете, чем в ретроспективе было здание Брестского караоке-клуба и как творческий квартет создавал здесь красоту. А также убедитесь, что любовь к музыке передается по наследству и поймете, какие аргументы можно предъявить шумным соседям. Смотрите продолжение истории после рекламы. Мечта открыть собственный караоке-клуб, как семечка, упала в благодатную почву еще в 2011 году. Но Виктору Борисову понадобилось три года раздумий, чтобы она дозрела до бизнес-идеи и вылилась в бизнес-план. Мы рассматривали все помещения. Могилев, Гродно, Минск, Брест. И когда нашли это помещение, я случайно весной приехал, я его увидел. Все зеленое на берегу реки стоит. Мы часть здания поделили, и у нас ресторан с панорамными окнами вышел уже на пирс, смотрится на воду, а караоке, все-таки ночное заведение. Потому под него была отведена та часть здания, что без окон. В советскую бытность в этом помещении располагалась лодочная станция. Тут портировались любители покататься на байдарках. Но Виктор Борисов, когда пришел сюда, наблюдал лишь голые стены. Остальное требовалось додумать и достроить. Больше всего времени, наверное, потратили на инженерные коммуникации. Здание это с точки зрения инженерных коммуникаций очень сложное. К примеру, здесь протянули 9 километров проводов. Фрагмент за фрагментом образ будущего караоке-клуба пошагово складывался в умах целого творческого квартета. Технические выборки идей способствовал графический дизайнер. Он создавал эскизы во вьеме, помогая определиться с художественным решением. Однако его роль была вспомогательной. Дизайнер видит картинку. Но дизайнер не чувствует этой концепции именно караоке. У нас была команда из четырех человек. Каждый предлагал свои идеи. Эти идеи собирались, обсуждались. Мы понимали, что мы хотим. Мы знали, допустим, что обязательно должны присутствовать там тяжелые шторы. Без таких штор очень сложно решить вопрос по звуку. Дизайнер отрисовывал то, что мы хотим. И рождалось в муках. Как любое искусство рождается в муках. Караоке-клуб нельзя сравнить ни с рестораном, ни с танцевальным клубом. Здесь изначально ставятся другие цели и решаются другие задачи. Прежде всего надо было сделать акустически правильное помещение. Потому и пригласили специалистов, оборудовавших караоке-клубы в странах СНГ. Для караоке есть определенные требования по помещению. То есть желательно, чтобы были высокие потолки, чтобы создать правильную акустику. Потому что красоту сделали, нет хорошего звука, гости наши не будут петь. Поэтому в интерьере много тканей, много каких-то мягких поверхностей. Ковролин, драпировка. Потолок оформлен акустическими панелями. Специальные отражающие объемные панели висят для того, чтобы убрать отражение между полным потолком. Много звукоизоляционных материалов. Например, стена, разделяющая ресторан и караоке-зал. Собрана по специально разработанной рассчитанной конструкции, которая делает практически полную звукоизоляцию между двумя помещениями. Кстати, а что касается шумоизоляции в квартире? Когда шуметь запрещено и чем чреваты слишком громкие разговоры? Этот вопрос регулируют. Постановление Совета Министров Республики Беларусь номер 384 от 16 мая 2013 года в редакции от 29 августа 2013 года о некоторых вопросах переустройства и перепланировки, установки на крышах и фасадах многоквартирных жилых домов, индивидуальных антенн и иных конструкций, а также реконструкции жилых домов. Правила пользования жилыми помещениями, содержание жилых и вспомогательных помещений, утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь номер 399 от 21 мая 2013 года в редакции от 16 апреля 2014 года и Кодекс Республики Беларусь о административных правонарушениях статья 21.16. В период проведения ремонта в многоквартирных жилых домах запрещается производить какие-то шумные работы в выходные и праздничные дни и начинать такие работы даже в рабочие дни ранее 9 часов или позднее 19 часов. В своей каждодневной жизни граждане обязаны пользоваться телевизорами, радиоприемниками, магнитофонами, другими какими-то звуковоспроизводящими устройствами лишь при условии уменьшения их громкости до той степени, которая не нарушает покоя другие граждане. То есть любые звуковоспроизводящие устройства должны быть слышны только в пределах одной квартиры. Когда включенный мной магнитофон слышит мой сосед, это уже нарушение. Что касается ночного времени, то есть периода с 23 часов до 7 утра, то в это время вообще должна соблюдаться тишина. И законодательством оговорено, что в это время нельзя играть на музыкальных инструментах, громко петь, применять пиротехнические средства, тем более выполнять какие-то бытовые ремонтные работы, производить ручные погрузочно-разгрузочные работы, резко закрывать двери, позволять шуметь своим домашним животным и совершать какие-то другие подобные действия, создающие шум или вибрацию. А за нарушение правил пользования жилым помещением предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере до 30 базовых величин. Многие идут по пути к караоке две колонки сабвуфер, выпили, покричали. Мы же все-таки пытаемся привить эстетическую культуру пения, красивого исполнения. По итогу остановились на итальянском бренде, ездили к ребятам на завод. Они для нас специально сделали белую серию, которая вписывается в наш интерьер. И мы теперь обладатели классного итальянского саунда, который прям обволакивает наших гостей и позволяет им почувствовать и мощь, и в то же время комфорт настоящего звучания. Нет на земле живого существа столь жесткого, крутого, адски злого, чтобы не могла хотя бы на час один в нем музыка свершить переворот. Шекспир, им все сказано. А бывает так, что музыка, как цвет глаз, передается по наследству. И ты понимаешь, что дедушка-скрипач, отец-аккордеонист, бабушка-певчая в церковном хоре и брат-музыкант – это генетические предпосылки того, что в грезах неизбежно всплывет айсберг сцены. И каравелла твоей судьбы обречена сойтись с этой горой, которую захочется покорить. Единственно правильный для тебя вариант. Ницше подтвердит – без музыки жизнь была бы ошибкой. Я уже пыталась. У меня были такие моменты, когда мне… Не то, что я хотела все бросить, просто я хотела немножко попробовать, смогу ли я без нее. Уйди вообще в другую профессию. Но все-таки я вам скажу, что я… Без музыки музыка – это для меня… Я живу этим. Это потом музыка приведет к ней вторую половинку. Потом подруги и соратницы будут обсуждать детали недалекого будущего. Клипы на специально написанную для вокалистки песню. А было время, когда Анна Мусвидас выбирала между музыкальной школой и эстрадной студией и выбрала. Дальше музыкальный колледж, затем родился сын и так и не стали привычными консерваторские стены. Зато сегодня, когда снова приходит время выбирать, влюбленная в музыку мама оставляет сыну это право. Если ты не хочешь, я не настаиваю, потому что я помню в свое время, когда у меня папа вот так вот сидел надо мной «Играй, играй, играй!» А когда у меня за окном кричали «Аня, выходи гулять!» Там лето, все бегут, все играют, все дети как дети. А я кропотливо «ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду». «Ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду». Понимаете? И для меня это, конечно, было все. Да так и осталось. I'm totally at home on the stage. На сцене я дома. Это место, где я живу и родился. Где сцена, там я настоящий, пел Майкл Джексон. Анна Мусвидас счастливее. Она настоящая и дома, и на сцене. Хотя это, ох, как непросто. Зрителю неважно, что у тебя внутри. У тебя кто-то умер, или что-то произошло, или ты болен. Если ты выходишь на сцену, ты должен быть артистом на 100%. Зритель-то не виноват. Ты отдаешься эмоционально зрителю полностью. А если нет, тогда зачем это все? А я по-другому не могу. Или на 100%, или вообще никак. Я ее просто люблю и доверяю. И когда такой человек исполняет такие душевные песни, не веришь. И вот пою, не я любовь поет. И эта песня в мире эхом отдаётся. Любовь настала, так как утро настает. Она одна во мне и плачет, и смеётся. А в этом и есть существо музыки. И оно, если поразмыслить, живёт в каждом из нас. Звучит по-разному, это да. Но звучит. Ведь даже тишина – это форма продолжения звука. Помимо организации особых технических условий, наполнения зала текстилем разного рода, чтобы обеспечить звукопоглощение, помещение нужно было декорировать. Рельефные 3D-панели на сцене и ресепшене, выкрашенные в перламутр – простое и стильное решение. Здесь и звёздная россыпь стразов на мебели, обязательно с основательными подлоходниками, на которые так любят усаживаться караокеры. И обратите внимание на колористику. Пространство принимает любой задаваемый цветной свет, а рождаемые им оттенки и полутона не режут глаз. Цвета тоже выбирались спокойные и нейтральные, чтобы они не давили. Караокер может прийти в 8 вечера и уйти в 8 утра. И пить всю ночь. И для него нужно создать атмосферу уюта. Что-то мы старались сделать по-домашнему. Мебель в стиле модерн. Мы выбирали, чтобы подчеркнуть эксклюзивность. Модерн – это стиль, соединяющий в себе изящество форм с простотой и комфортом. В интерьере для него характерны кривые и округлые линии, отсутствие острых углов, многоуровневость и асимметрия, а также преимущественно растительно-животные мотивы в оформлении. Архитекторы-модернисты используют каркас и обращаются к современным конструкциям и материалам. Но при минимуме декора и приглушенной расцветки мебель в стиле модерн принципиально не опорится без эстетского налета. Например, изогнутых ножек и подлокотников, изящных фурнитуры и остекления. Это итальянская мебель. Наш сотрудник, мы его отправили в Италию, он объездил производство, посмотрели, посидели, потрогали, потому что заказать удаленно очень сложно. То есть приедет непонятно что. Поехали диваны смотреть, увидели шкатулки. Купили шкатулки. Как жемчужины на нитку, на идею решения интерьера нанизывались детали. Ровно столько и так, чтобы сложился цельный образ. Далее в нашей программе вы узнаете, кто должен работать в караоке-клубе. Поразмышляйте над тем, как, выращивая публику, создавать правильную атмосферу. А также вместе с нами поучитесь качественно двигаться и удивлять. Не переключайтесь. Для того, чтобы открыть караоке-клуб его создателю, прежде всего, нужно было понять, что это такое. Понять психологию и философию этого места, которое выльется в его предметное оформление. Кто-то когда-то сказал, если хочешь постичь смысл, слушай не слова, а музыку. А здесь стоит добавить музыку человеческой души, чтобы определиться с концепцией подбора персонала. Здесь не может работать злой человек. Для того, чтобы создать атмосферу, он должен любить людей. Вот если вы придете в качестве гостя, вы должны почувствовать нашу любовь к вам. Не просто вот увидеть, что мы улыбаемся вам, а вы должны почувствовать именно искренность. Искренность улыбок, искренность нашего внимания к вам. Правильная подача в караоке. Официант может идти по залу и танцевать, создавая атмосферу праздника. Точно так же, как и бармен. Он может стоять за баром, просто танцевать. Контроль, легкая музыка и магия. Нет-нет, речь идет вовсе не о йоге или медитации. Мы будем двигаться, потому что это электрик-буги. Это можно сравнить с мимами, которые представляют стекло. А тут вот они в заперти и поехали кенштадт танцевать. Вот оно и смешивание стилей. А вот тут и вейвинг у нас пошел. Вот он по корпусу. А тут можно и робот добавить. И это не просто набор стилей таких вот перемешанных. И на, кушай. Нет. Изюминка заключается в том, чтобы взять, соединить и добавить секретный ингредиент, такой как иллюзия. Именно иллюзия, да, когда мы зрителю нашему пытаемся показать. А вот я умею не только быть жидким, не только твердым там роботом, не только ездить там, еще что-то. А вот я могу взять какую-то штуковину в пространстве и начинать ее манипулировать. Ну, начнем мы с волн. С этого вот момента, когда мы пытаемся разучить механику. Представляем, что у нас здесь стол, подоконник, прямая поверхность, на которую просто нельзя пальцы туда загибать или еще что-то. Внизу огонь. Все, там ничего нет. А теперь представьте, как будто бы вам каждому суставчику привязали нитку. И за эту нитку поднимают. Эть. Подняли. Отлично. Дальше. Эть. В голове это можно представлять, как будто бы вы нажимаете на кнопку, а другая выстреливает. Спускаем плечо и переносим сразу в локоть. Пам. Дальше все это перепрыгивает сюда. Локоть опускается, а вот это поднимается. Поднимается, а вот это опускается. Отлично. Вот. Этот эффект, как будто бы кто-то пробежал. Да? Вот это ваша дорожка, по которой вот этот импульс пробегает. И важно оставить вот эти все суставы, каждую вот эту вот часть точно такой же, как и была. Не надо торопиться. Суть вообще этого танца в качестве исполнения. Помимо вот этого вот хотения, да, желания рвения танцевать, вот этого, вау, музыка классная, прет. Нужно сосредоточить свой мозг на том, чтобы делать все красиво, ровно и аккуратно. Иначе мы не удивим своим танцам. А мы ведь этого хотим, верно? Мы за качество. Только качество, только хардкор. Вот этот вот поток, он приходит именно вот с количеством тренировок, да? Жидкие руки, жидкий корпус. И все мы такие пластичные. Робот, 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 робот. Две основные фишечки. Фиксация, изоляция. Чтобы робот был красивый и такой вот... О, он же нереальный, он же какой-то железный. Здесь работает один важный принцип, такой как точка-тире-точка. А с боком морда? Робот же как двигаться там? Да, то есть такая же ситуация. Немножко движений корпусов, немножко движений руками. И можем опять повернуться. И начать танцевать волны. Да-да-да-да-да-да, в этом-то и суть. Игра вот этих контрастов, смена положений. А еще, если это намешать очень быстро и один за одним, можно настроить кучу концептов и идей. Шеллинг говорил, что архитектура – это застывшая музыка. А здесь музыка наших тел становится архитектурой. Каково, а? Попробуйте. Вам понравится? Как и мне. Караоке-клуб в Бресте, работа над которым закипела прошлой весной, собирались обустроить меньше, чем за полгода. Но в итоге двери для посетителей распахнулись спустя 8 месяцев. Теперь организаторы делают выводы. Что удалось, над чем еще придется потрудиться, что хотелось бы видоизменить. И это что-то, пожалуй, прежде всего в умах людей. Взгляды на вещи необходимо реконструировать. В том числе благодаря музыке. Ведь без нее жизнь была бы несправедливой. Когда мы приходили в Брест, мы переносили все-таки проекцию Нинского рынка. Но это невозможно было прочувствовать наездами. То есть, когда только начали работать, мы увидели какие-то недостатки. Но мы своих гостей должны выращивать сами. Сюда человек приходит получать эмоции. Немаловажный фактор для караоке-атмосферы – это аплодисменты. Без разницы, как человек спел. Плохо он, хорошо. Просто даже за ту смелость, что он взял микрофон и при полном зале вышел на сцену и спел, все гости должны дарить аплодисменты. Тогда вот именно и создается эта атмосфера праздника. То, что человек увидел, он может забыть. А то, что человек почувствовал, он это никогда не забудет. Как хорошие рецепты вызывают аппетит к еде, музыка – суть акустических составов, вызывающих аппетит к жизни. Побуждать этот аппетит и делать людей счастливыми – именно такую цель каждый день ставят перед собой люди, которые создали это место. И им это удается, поверьте. Или проверьте – здесь вас уже ждут. Субтитры подогнал «Симон»!